Машина может сокрыть многие потребности психологические для человека. Токен воспоминаний — какой-то портал в прошлое, который одновременно тебя связывает и с будущим. Когда ты берешься за руль, ты видишь дорогу, которая здесь сейчас, еще вспоминаешь дорогу, которая была год назад, два года назад или 38 лет назад, когда тебя забирали из роддома. Может быть, ты тоже помнишь эту дорогу, или, по крайней мере, можешь это себе представить. Первым моим автомобилем была «Волга» и рулил именно этим автомобилем я первый раз. Я не помню, сколько мне было лет, но я сидел, как, наверное, многие из моих коллег по увлечению на коленях у дедушки. А «Волга» — это первый автомобиль в моей жизни, который, наверное, с первых дней моей жизни со мной. Потому что на этом автомобиле мою маму беременную везли в роддом, а на этой машине меня уже встречали из роддома. И все семейные выезды на природу, которые проводились моим дедушкой, это была его машина, все отложились в памяти. То есть всегда были какие-то особенные дни, всегда была хорошая погода. И сейчас мне иногда кажется, что вот эта картинка, которая в памяти возникает, я ее сам придумал. Не бывает такого солнца, ты забираешься на стол сена с биноклем, смотришь вдаль, ешь какую-то там сиболенику. Мне кажется, все-таки, что это действительно было. И на протяжении всей моей жизни, каждого ее этапа, она тоже меня сопровождала. Когда я учился в институте, у нас в Туле часто снимали кино. И так получилось, что вот мы познакомились с Мишей Гатасманом, и вместе предоставляли автомобили и себя в качестве водителей для киносъемочных бригад. Моя «Волга» вместе со мной снималась в четырех фильмах, помогла мне заработать деньги какие-то. Для студента это были очень хорошие деньги и очень хорошие подспорья. И с «Волгой» имеет огромный потенциал. Условно, я ее так не использую, она у меня такая парадная выходная машина. Мне больше нравится ее полировать, держать в чистоке, чем ездить. Но машина, как и самолеты, живет только в движении. «Газ-24» – это машина очень распространенная. И ее «ТТХ» ни для кого секретом не является. Наверное, даже для тех, кто ей никогда не владел. Но, как говорят в армии, этих ружей много, но твое ружье такое одно. Поэтому моя «Волга» такая одна. Она 1974 года выпуска, это первая серия. Помимо того, что машина первой серии имеет отличительные особенности первой серии выпуска, она еще имеет такую особенность, которая еще до сих пор не расшевана. Может быть, кто-то знает, напишите, что это такое. А на задней панели кузова у нее есть такая хромированная литая птичка. Многие меня обвинили в том, что я колхозник и прикрутил «ТХ-21» «Волги». Но эта деталь уникальна, оригинальна. Она не подходит ни к одной модели Горьковского автозавода. Отличительные особенности первой серии – ленточный спидометр, отсутствие клыков на бамперах, уникальная форма задних фонарей, погоны или шевроны, как правильно называется, на задних стойках кузова с повторителями поворотов. У меня нет аварийной сигнализации. Если я сломаюсь и не смогу включить аварийку, у нее просто нет. Это тоже не предусмотрено заводом. Наверное, первая серия не должна была ломаться. А еще интересная особенность, вот сейчас вспомнил. Переднее сиденье у нее рассчитано и в паспорте написано для перевозки троих пассажиров. Один водитель и два пассажира. Она оборудована подлокотником, который поднимается на его место, садится человек посередине. То есть формально Волга шестиместная. Она была выпущена сразу в таком цвете вишневым, что для меня очень удивительно. Причем дедушка выбрал именно такой, потому что тогда был модно черный, серый генеральская шинель. Но вишневый, конечно, самый классный, смотрится очень здорово. Дедушка один раз задел забор в моих глазах, и от этого остался небольшой армятель на бампере. Слава богу, бампера железные, крепкие. Такие вещи их даже не упрямляют, потому что это как отметки в памяти, такие зарубки. Безусловно, опытный взгляд какого-нибудь знатока отличит ее от стока. Там другие колеса, другая насадка на выхлоп и прочее. Зеркала на крыльях. Кто-то может поспорить, что первосерийные модели такого года они не ставились. Но я все это сохранил в оригинале, потому что именно такой я помню этот облик. И такую Волгу я бы хотел иметь, как вот этот мостик к воспоминаниям. Я не хочу ее менять. Двойные зеркала, они совершенно неприменимы в обычной жизни. Я пытался не раз их настроить и ездить по ним. Это невозможно. Чисто технически, когда ты сидишь с рулем, тебе нужен помощник, чтобы их настроить, либо постоянно нужно выбегать. Вот, допустим, они настроены. У них не видно абсолютно ничего. Они сбиваются на ветру, они сбиваются случайно мимо проходящими людьми. И, наверное, все-таки это, на мой взгляд, не профессионалы. Это стилистическое решение, подсмотренное, наверное, заводом-производителем у других автомобилей-конкурентов. Может быть, у японских, у кого-то было, с электроприводом на крыльях в то время. Мне в руки машина попала, была перед дедушкой с пробегом 8000 км. Сейчас у нее пробег 23000 км, который я накрутил на съемках, на ретро-ралли, ну и просто катаюсь с удовольствием. Как и любая старая машина, она нуждается в постоянном внимании, заботе и настройке основных систем, таких как система питания, карбюратор. Буквально здесь, сейчас изменилась погода, ты должен что-то там подкрутить, чтобы изменить состав смеси, чтобы она ехала хорошо. Если она долго не ездит, она капризничает, она не хочет разгоняться, не хочет тормозить, а потом оживает. Спустя день-два эксплуатации. Дедушка для нашей семьи был очень важным человеком. Сейчас моя юридическая память подкидывает мне термин, есть такой термин в римском праве – pater familias, это глава семьи. Мой дедушка на момент покупки был главным конструктором Тульского оружейного завода. Когда я разбирал дедушкины фотографии, нашел очень много интересных снимков. Опять же, им никто не хвалился никогда в нашей семье. Но, тем не менее, на мой взгляд, они интересные. Самое интересное я повесил здесь, в кабинете. Это фотография космонавтов с дарстами, надписями, потому что Тульский оружейный завод выпускал для них определенное оборудование. Фотография с братьями Кастро на Кубе. Есть даже фотография с Волгой. И это именно Волга. Ее можно опознать по птичке на задней панели. Фотография со свадьбы моих родителей. В этой коробке хранится то, что в детстве я принимал просто за медальки, за значки, потому что их было очень много. И какой-то особой ценности никто никогда не представлял, не говорили, что это там, что особенное. И только потом я уже узнал, что это не значок, а медаль лауреату премии именно Мосина, которая выдавалась за изобретение, за, вернее, новые разработки, какие-то внедрённые в производство. Я предполагаю, что, наверное, в том числе за эти достижения ему позволили приобрести автомобиль. Потом, наверное, с силы возраста ему было ездить тяжело. Он понял, что она ему не нужна. И, наверное, увидел во мне, хочется верить, того человека, который может эту машину сохранить. Хотя я бы на его месте себе бы и не отдал. У детей, когда им доверяют ответственность, и они не проваливают это задание. Вот спасибо дедушке, что доверил, а я не провалил. Мне очень хочется, чтобы он гордился не только потому, что я сохранил эту машину, но и потому, что я принял его уроки, воспитание, стал мужчиной и, наверное, веду себя так, как он вёл себя и как он завещал мне. В машине всё работает, но лучше это не включать, чтобы это не перестало работать. Бывает, что периодически что-нибудь ломается. Причём ломается, стоя в гараже. Ну, либо интуиция очень тоже помогает. Подходишь к ней к вопросу о том, есть ли душа у машины. Ну, что-то ты не в духе. Может, не заведёшься или заведётся, но как-то прям поработает не очень хорошо. Бывает, прям с пол оборота и понеслись. Машина едет абсолютно так же, как в первый раз, когда я сел за её руль. Может быть, даже лучше, потому что всё-таки обслуживание должно иметь положительный эффект. Первое ощущение, конечно, что это очень большая машина, которая, занимаясь всю дорогу, очень плохо рулится и тормозит, и как вообще на ней возможно передвигаться, особенно быстро. Вспоминались какие-то сцены из фильмов, когда на них каскадёры выступали, гоняли очень быстро. Казалось, что это вообще невозможно. Но потом, по прошествии времени, когда уже опыт водительский приобрёлся, я стал замечать другие её качества. Это мягкий диван, всепрощающую подвеску, отличную проходимость. Родные шины для «Волги», если не ошибаюсь, и «Д» то ли 195, то ли 192 — это диагональные шины, очень узкие, очень плохо себя ведущие на дороге. Сейчас на машине стоят эти шины, но они дополнены белой боковиной и такими колпаками. Эти колпаки никогда не ставились с завода. Они, я не знаю, кооперативные или самодельные, но они отлично вписываются в стиль «Волги», и, как я уже говорил ранее, я хотел сохранить именно тот облик, который я запомнил. И мне доставило огромных трудов их восстановить. А тем, кто ездит на машинах, я советую беречь дедушки на запчасти, которые дедушки сохранили для нас. Потому что сейчас проблемы с запчастями — это действительно беда. Их осталось очень мало, они очень дорогие. Цены на запчасти для «Волги» могут шокировать даже владельцы иномарки. Какие-нибудь хорошо сохранившиеся колпаки, колёс для победы, могут быть целое состояние, перехром деталей. Либо ты ищешь эти запчасти в закромах дедушки, либо приходится что-то изобретать. Например, по технологии наших дедов задней рессоры нужно оборачивать в брезент либо в пожарный шланг. Нужно купить пожарный шланг на отрез, завернуть туда рессоры, смазать их и законсервировать, чтобы они не скрипели и работали хорошо долго. На решётке радиатора есть очень красивая медалька, все обращают на неё внимание и спрашивают, что это такое. Это номерная медаль «Маскот», как правильно назвать? Не знаю. Которая выдана организацией, проводящей исторические ралли автомобилей «Горький классик». Моя машина в силу её технического состояния, оригинальности занесена в реестр классических автомобилей горького автозавода, которые не подвергались реставрации. Всё-таки для массового автомобиля, который выпущен огромным тиражом, сохраниться в таком состоянии – это для достижения. Потому что такими автомобилями никто не дрожил. Их использовали, докатывали, убивали на дачах, в извозах, такси. Зато очень много легенд про первую серию. Вот эти легенды говорят о том, что она была создана из шведского металла, который нержавеет. И про качество сборки – это тоже миф, который я могу различать, как обладатель автомобиля в родной краске, которая покрашена с потёками. И на каких-то сборищах ретро автомобилей можно увидеть восстановленные автомобили, которые с минимальными зазорами идеально покрашены. И моя как будто она покрашена веником в гараже. Это завод. Так что первая серия была просто машиной, на которой отрабатывали технологии, шлифовали какие-то решения. От многих отказывались. От того же ленточного спидометра он часто отказывал, был сложен в производстве. Его поменяли на стрелочный. Изменилась отделка автомобиля, она упростилась. Первая серия – мифы. Её спасают таким делом единорогом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я планирую приобщать и дочку к автомобильной культуре, и супругу. Вот на ралле мы ездим вместе. Но я не питаю иллюзий. То прошлое, о котором я рассказывал, это моё прошлое. И это мои картинки. У моего ребёнка сейчас в детстве свои картинки, она идёт счастливая, и она будет вспоминать их. Если на этих картинках будет место Волги – хорошо. Не надо насаждать свои какие-то стереотипы, свои догмы. Пусть свои какие-то у них появляются воспоминания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА